Приветствую вас! И если говорить о том, что вас сейчас делают, то единственный правильный вариант в этой ситуации, это не давить на девочку, не торопить ее, не как-то вынуждать на какие-то решения сейчас, а наоборот, дать ей подумать, побыть без вас, спокойненько все поразмыслить, а через недельку-другую написать ей и начать общаться, как в чем-то бывало, непринужденно, не вспоминая того, что было. Если она поймет, что действительно хочет быть с вами, то вы это заметите. Заметите очевидно, потому что не заметить этого будет невозможно. Если она не захочет, она также даст вам об этом узнать. Далее, если девочка заводит разговор об отношениях, то, скорее всего, у нее есть определенные сомнения относительно того, насколько беспроблемными являются ваши с ней отношения. Соответственно, вам стоит подумать, какие есть негативные моменты во взаимодействии с двумя, какие есть подводные камни, разногласия, противоречия, конфликты. И постараться самостоятельно, пока вы будете без девушки, об этом поразмыслить и пересмотреть свое к этому отношение. Так, чтобы дать понять девочке, что какие-то конфликты, какие-то элементы проблем вы пересмотрели и больше они беспокоят вас, не будут. Имеется в виду вас обоих. Какие-то проблемы вы готовы обсудить с девочкой, готовы их решать. То есть, вам нужно показать своей второй половинке, самое главное, это желание принять ее позицию, принять ее, ну, в данном случае, инициативу побыть отдельно. И далее показать готовность решать те проблемы, которые, по ее мнению, мешают вам нормально быть в отношениях. Потому что, допустим, ссора имела своей причиной какие-то обстоятельства, какой-то предмет, какой-то элемент. И вот этот элемент хотя бы вам нужно продумать, откуда он взялся, почему появился, почему вы не выступили девушкой, почему допустили возникновение ссоры. На эти вопросы вам нужно ответить. И получив для себя хотя бы ответ на них, вы уже сможете вступить в контакт с девочкой после перерыва, будучи обновленным, будучи более мудрым, лучше понимающим и ее, и себя, и характер ваших отношений. Тем самым вы покажете девушке, что желаете бороться за отношения, не желаете ее терять и готовы идти на уступки, что является, безусловно, показателем силы, проявлением стойкости и мужества. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Продолжение следует...